Здравствуйте, скажите пожалуйста я сейчас на проходной странице я на 15 часов записан на личный прием, записывался через онлайн-запись Здравствуйте Скажите им предварительную запись они ему дают талон и вас принимают Соседняя дверь-то открыта, да? Хорошо, спасибо Здравствуйте Так, что-то я думал, что все-таки как-то не так будут обеседовать Так, у меня вопрос вот по поводу жалобы То есть я с вами должен ее обсуждать или нет вообще жалобы? Жалобы На человека, который занимается незаконно предпринимательской деятельностью Я думаю В письменном виде отправляете и первый вопрос Ну здесь вопрос не в том, что письменно или не письменно Я хочу побеседовать с руководством Я не знаю, куда я записался Я записался, как у вас на сайте обозначено Ну давайте тогда сделаем так, чтобы Ну понятно, я так понимаю, то, что я буду сейчас обсуждать Вы не решаете этот вопрос, правильно? Мы только принимаем документы Поэтому давайте сделаем так, чтобы мне назначить Вы уже вас поконсультировали Мне консультировать не надо Мне надо как раз подать обращение, жалобу Почему нужно попасть? Конечно Мне нужно к тому человеку, который принимает решения Который назначает проверку, привлекает к ответственности Ну то есть человек, который Смотрите, у нас есть начальник управления Либо ее заместите Ну в идеале к начальнику Но если начальник не принимает Я вам объясню, как он сделать сейчас Да, хорошо, подожду Вы нас идите на заводской 7 Вам нужно будет позвонить по телефону Записаться через приемную Вы можете это сделать за меня все? Я, к сожалению То наше общение, которое будет сейчас Дальше будет опубликовано в сети интернет В общественных интересах Поэтому мне хотелось бы, чтобы все было четко, грамотно сделано Я вас понимаю Чтобы мне не посылали по кругам Ага, да? А чтобы сделали вы непосредственно это? Нет, заставить руководителю Это осуществляется через приемную Она на заводской 7 находится Я понимаю, вы можете мне записать, дать мне эту информацию? Я не могу этого сделать Я веду мужью Вы сами звоните Я к вам пришел Я к вам пришел Сделайте, пожалуйста Я понимаю Номер 10-0 или 10-0-7 В следующем подъезде гостевой телефон Можете позвонить, записаться Вас запишут на приемку уходить Все Вы можете мне написать на листочке, чтобы я, по крайней мере, не забыл всю эту информацию Савчин, как с вами Юрьев, начальник Сейчас там обеденного перерыва нет? Ничего такого? Нет, все Сейчас обеды все пошли Можете позвонить? Если не дозвонюсь, вернусь к вам обратно В следующий подъезд проходите, как зайдете в здание? Я знаю, я только что оттуда Вот нам телефончики Все, спасибо Позвоните Здравствуйте Алло, Майя? Да А скажите, из какого вы организации? Я частный человек А кто вас назвал? Вас кто-то вызвал? Нет, я хочу переговорить с руководителем Рассказать ситуацию, что у нас в городе Мурманске Один человек, ну там их гораздо больше, занимается незаконно-предпринимательской деятельностью Обманывает людей и так далее Ну то есть я это все должен на приеме рассказать Может вам вот в этот прием, там вот в соседнее крыльцо? Я только что оттуда А, и что сказали? Сказали, что вот нужно записаться по телефону, вот который я сейчас разговариваю Так Алло Да, 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 я слушаю Так, вы готовы, да? Скажите, пожалуйста, вашу фамилию? Мамаев Владимир Владимирович И наверное, ваш Ой, это сложный вопрос Под рукой у меня нету Так, ладно, хорошо На крайней случае у меня паспорт с собой Я могу паспорт продиктовать, если нужно Нет, краткое задержание вопроса Жалоба на человека, который незаконно занимается предпринимательской деятельностью в городе Мурманске Под видом оказания услуг совершает мошеннические действия То есть он зарегистрирован как самозанятый При этом в нарушение соответствующего федерального закона Сейчас вам конкретно скажу, какого закона Статья 4 федерального закона 422 Часть 2, где написано, что не вправе применять специальный налоговый режим Идет нарушение пункта 5 этой статьи Ну это я уже подробно все расскажу У меня, соответственно, есть контрольные заказы его услуг, его работ Все это как бы зафиксировано С сентября ведется проверка сотрудниками полиции По факту мошеннических действий Ну как бы это их отдельная работа Секундочку, секундочку С сентября 23 года, да? Да На данный момент идет третья проверка Было два отказа в возбуждении уголовного дела Сейчас они отменены До 19 января Проходит третья проверка Скорее всего будет также отказ в возбуждении уголовного дела И назначена следующая проверка Ну то есть идет вот такая вот волокита Ну скажем так, сотрудники полиции идут по одному пути Я хотел бы с вашим руководством поговорить именно с точки зрения законности Ведения той деятельности, которую ведет данный гражданин Все данные у меня его есть В том числе и паспортные данные ИНН, фамилия, имя, отчество То есть с материалами до следственной проверки я ознакомился Все данные есть у этого человека То есть я буду говорить предметно Более того, есть соответствующие видео и аудиозаписи Которые в том числе опубликованы в сети интернет Ну я буду продуктивно разговаривать То есть я дам очень много информации Я поняла Жалый человек, который существует деятельность Который, так Сейчас, секунду, секунду Документы у вас подтверждающие есть Документы подтверждающие На руках На руках И оставьте, пожалуйста, ваш контактный номер телефона Для того, чтобы я могла с вами связаться активнее 921-6-шестерок-1 921-6-шестерок-1 1 1 1 1 1 Предварительно 1 февраля Это первый четверг месяца у руководителя прием Время 14 часов Хорошо Но до этого времени я с вами свяжусь Мне надо будет еще ваш ИНН Как-то вы сможете перезвонить? Может быть в понедельник или сегодня? Если вы мне перезвоните Хотя бы Ну там, хотя бы через час Чтобы я домой пришел и взял этот ИНН Хорошо Хорошо Я поняла Через час Час-полтора я вам перезвоню Хорошо Хорошо Спасибо До свидания Субтитры сделал DimaTorzok